Добрейшее время суток YouTube, с вами Мистер Грин, это видеогайд на Амазонку Третью видеогайд, ребят, по счету Вот, итак, давайте приступим, сразу не будем глядывать Сразу расскажу, что, зачем и почему здесь стоит Итак, поехали, дракон, это дополнительный эскейп Можно играть без дракона, согласен, но если вы обладаете идеальной позиционкой в тюмфайте И не подставляетесь, под шары луны влейте, под какую-нибудь маску Ну, условно говоря, под таких героев И вас не убивают И у вас, естественно, есть скиллочка всегда Потому что без скиллки играть на Амазонке без дракона, ну это самоубийство, в общем-то Искажения, ну, все вы знаете, что я любитель искажения на любом герое И считаю, что, ну, должно быть Должно быть почти на любом мигере Там исключение, а может, одно Одно из всех героев Вот, сет Таренжу Естественно, ну, все понимают, зачем он Чтобы размениваться с вражескими мидерами Потому что по дефолту все, все вражеские мидеры имеют такой сет Сет топоров, тапочки Сет накриты Почему 4, 5, 5 Кто не понял, 4, 5, 5 это означает четвертая строчка, пятая строчка И пятая строчка Потому что так быстрее закрываешься И потому что из-за вот такой вот выкачки Ну, как выкачки, я покажу чуть позже выкачку Из-за такого билда мне пришлось убрать касание Потому что оно не входит в выкачку Конкретно апы Первая строчка у меня стояла касание Я его убрал Он бустит урон, хорошо Но, если выбирать между критами и касанием То касание вначале помогает Но криты помогают больше Они больше вносят урон Вот По статам в замке 30-30 Проводство хитрость Можно сделать 40-20 40-20 У меня когда-то было даже 60 Хитрость Я объясню почему У Амазонки двойная тычка И от сил, и от разума Естественно, шанс увеличивается И здесь шанс крита не 30, а 60 Это вот по такой логике должно работать Я надеюсь Я правильно понимаю механику игры И на протяжении уже нескольких лет Считаю себя в голове вот такой шанс крита То есть умножаю на 2 Потому что тычка двойная Вот Крит, собственно говоря, хитрый Зачем? Потому что проворств и так хватает в лейтгейме За счет того, что есть пассивка За счет того, что там приросты Плюс она Плюс седьмая, опять же И Как раз таки проворки там хватает А хитрости маловато Потому что с приростом Хотя прирост одинаковый, но Маловато Маловато Вот Так, поехали дальше С кем же Амазонка стоит? Амазонка стоит абсолютно слепым мидером Вообще слепым Может убить Агель Может убить Фиксу За счет чего? За счет того, что ты Учишь 2 кражи Ходишь в лесок Отхиливаешься с паком Фулл хп Тоже не могут себе позволить Другие мидеры Если трейдиться с каким-нибудь Тем же кентавром У вас есть щит Вы Блинкаетесь Вы можете доджить его Тычку Можете доджить фиолку Можете доджить ульту Можете Отхиливать Весь его урон С вот этих двух талантов Замечательных А в лейтгейме Вам не нужно будет отхиливать Вы передамажите Того же кентавра За счет того, что у вас есть 2 блинка Ну то есть искажения К ульту можно спокойно Спокойно задоджить Вот Это ну конкретно Вот я примел Примел блять Пример привел С кентавром Да В чем суть амазонки Ты бегаешь и фармишь Она настолько быстро фармит Наверное как Ну чуть-чуть медленнее Чем канонир наверное Ну опять же Как Агель Как какой-нибудь маг Быстрее чем майора Быстрее чем кентавр То есть В чем особенность мидера У него есть мобильность За счет того, что ты блинкаешься постоянно На левеле 16 У тебя уже маны достаточно И Ты не напрягаешься Одного мобильного регена Кстати хватает Если что И чертоги у меня прокачаны Один чертог До 25 левела Это Нориген маны Итак Вы спросите А почему у тебя Стоит здесь два таланта Вот этих С баша А третьего нет Потому что Вообще здесь можно грань Подставить Но у меня ее нет К сожалению Ни одной Донат Что-то в прайморл Такое себе Вот Поэтому Стоит здесь касание Которое я буду закрывать Оно очень сильно Помогает начальник По урону И Вот эти два таланта За счет того Что Они Помогают Ну опять же Это кража Выучив вот этот талант Мы имеем кражи Выучив этот талант Мы имеем Мейн стат И мы имеем Опять же Пять кражи Крайне неплохо Ну и Естественно Плюс седьмой стак Поехали дальше Пять процентов Ну Любой мидер Тем более амазонка Заходит Плюс седьмой Сет У меня Вот Итак Вместо Двух апов касания Здесь стоит Красный блинк Вы все Прекрасно Видели Как я Демонстрирую Умение Показывать Демонстрирую Демонстрирую Умение Блять Нажимать кнопку Вот И анти тп Естественно Опять же Я не буду Приводить Примеры Никакие По поводу Этого Замечательного Таланта Сами все Видели По скинам Опять же Тоже есть Всякие Фичи Скорость Полета У каждого Скина Разная Даже Чувствуется Урон На каждом Скине Разный Я вам Ну без шуток Говорю Отнимать Какой-то На то Что вы Закидли Антохи Это факт Давайте По выкачке Пробежимся Естественно Вот такая У нас Выкачка Получается Как видите Первый шквал Всегда идет Ну я не буду Говорить Вы сами Все посмотрите Можете на паузе Посмотреть Я Калькулятор Специально Подраскачался Это Самая обычная Выкачка То есть Если не брать Там ульту Анти тп Вот такой Дефолтный Билд По большей части Вы всегда будете Так выкачиваться То есть В этом билде Не знаю Он по-моему Идеальный Я не знаю Что здесь Можно поменять Это Ну действительно Хороший билд И Который Можете Себе раскрывать В плане урона Ну В общем-то Можете Посмотреть На паузе Подумать Ну Что-то Объяснять Но нет смысла Потому что Либо вы все Понимаете Либо вам Индивидуально Объяснять Да Сами понимаете Итак Как держать Позиционку Условно говоря На амазонке У вас есть Если у вас есть Какой-нибудь Ведьмак Вы всегда Стоите за ним Ну то есть Абсолютно всегда Но это понятно То есть Вы скажете Ты сказал Не новость Это Ну Типа Блядь Баян Вы берете В даблу Какого-нибудь Ведьмачка Хилка Это конечно Круто Но чаще Выигрывает Дабла Какой-нибудь Мидер Плюс Амазонка Ой блядь Мидер Плюс амазонка Амазонка Плюс какой-нибудь Ведьмак Или фанатик Или Та же маска Без шуток То есть В чем рофл Чел Допустим Ваш тиммейт На ведьмачке Агрит Ваших оппонентов Вы Заходите Начинаете Настреливать Ну В лейтгейме Вы даете 3-4 тычки Максимум И Вражеский героев Умирает Я не говорю Про лесников Потому что Если у вас Кританет Тычка Двойная То Лесник С одной Тычкой Умрет Вот Обычно Можно кайтить По вижену Кайтить Что это значит Это Отбегать И настреливать Отбегать И настреливать Вот По поводу Фарма Обычно Вы уходите В мид Я не знаю Как вы Я практически Всегда Поднимаю Флаг Ну Дерусь За флаг Исключение Когда напротив Какая нибудь Хилка Какая нибудь Луна Какая нибудь Тень Ну Что то в этом Роде Помогает Мидеру И Обычно Хотя Если у противника Есть Амазонка Такая же Как и я Но У него Хилка Есть Я выйду По трейдиться Я знаю Что я выиграю Не знаю Почему Такая самоуверенность Но Факт Остается фактом Я все еще Никому не проиграл Трейд На 0 минуте Вот Забираю флаг С РЗ Отпошиваю Первый левел Забираю пак И иду В нижний лес Если вы За сторону Одарницы Забираю 2 пака Вы На стримах Можете посмотреть Как это делается Как это быстро Забирается Каждая тычечка То есть Каждую тычечку Запомните Какая куда дается Гораздо Будет проще Обычно Ты забираешь 2 пака серых Нижних И теряешь всего 2 хрипов То есть Это выгодно Вот А так По игре Ты особо фармишь Ролмить У тебя нет Потенциала Только если у тебя Дикий перекач И ты уверен В том Что ты убьешь Если там Противник Бездарно отдает Кнопки Какой-нибудь Допустим Ведьмак Крутится Под тавером У вас Какой-нибудь Ассур Какая-нибудь Маска У вас в команде Есть Я не знаю Какой-то герой Который может Под заставить Вампир Какой-нибудь Там Гроб кинет Или розочку Какой-нибудь Тоже Ведьмак Что это в этом роде Вот По поводу скинов Не знаю Вот этот Мой самый любимый Но Вот этот Самый Благоприятный Так сказать Для Для урона Я не знаю Как это работает Ребят Вот конкретно С амазонкой Но просто Вот Различный урон Такое ощущение Что У этого скина Урона больше Сори Что я Заговариваюсь Несу иногда Всякую Хуету Только Подпроснулся Только Подпроснулся Ну Вот такой еще Билд Ребят Есть Но тут Что-то Что-то Я не дособирал Собирал А не дособирал Ладно Это Хотя Тут Все что Нужно Все что Нужно Есть Как бы Ну Это билд Для таких То есть Опытных Опытных Пожилых Людей Это билд Без дракона Опять же И тут Больше Больше Уклон Не то что На скилл А На позиционку В лидгейме Статы Я не скажу Что они Гораздо Лучше Прям Но Да Есть Какая-то Разница То есть 15% Пробивания Там Может быть Чуть больше Статов На До 20-30 Опять же Печенька Тут есть Но Блин Это Обычно В шаграфу Ты дракона Не успеваешь Закрыть Если только Не на 22 Левеле Бывают Такие катки Когда Вот я Закрывал Дракона На 22 Уровне Когда я Видел Что Вон Против меня Маска Задрот Я подзакрою Мне Не Как бы Не в напряг Закрыть дракона Плюс 7 Урона Конечно Гораздо Меньше Будет По факту Не будет Вообще Но Вы будете Жить И Настреливать На самом деле Секунд 15 Если вы Настреливаете Урон уже Есть Вот Я не знаю Что еще Можно рассказать Про Амазонку Я Поверхностно Пробежался Чтобы углубиться Нужно Посмотреть Вам Как минимум Одну мою катку На ютубе Это не байт Ребят Просто Ну Не знаю Теория Есть теория Это Круто Конечно Безусловно На нее Я Собственно Рассчитывал Когда Начинал Пилить Видеогайды Но Конкретно Вот в этом Случае Конкретно В случае Амазонки Ну Большего Не объяснишь Я объяснил Зачем Таланты С кем Стоит Что делать Опять же Все Что я На моем канале Любое видео С Амазонкой Открыть Посмотреть Выкачку Посмотреть Как я даю Шквал Вначале Как я Фармлю Как я отпушиваю Как я Размениваюсь Как стоять Против триплы На Амазонке То есть Там Все есть Ребят Это опять же Не байт Просто вот Совет То есть Если хотите Можете посмотреть Опять же Я надеюсь Скоро я научусь Монтировать видосики И Это будет гораздо Все проще Я буду показывать Как минимум Такие Отрывочки Вставлять И показывать Как же Собственно говоря Фармить Отпушивать Трейдиться Ну и так далее Вот Такой был Короткий Видеогайд Обязательно Подписывайтесь на канал Если понравился Видеоролик Ставьте лайки Подписывайтесь на группу Вконтакте На твич На второй канал На ютубе На котором я провожу Прямые трансляции Практически каждый день Вот С вами был Как всегда Я Мистер Грин До скорого